Порядок бьет класс. Спешка нужна при ловле блох. Каждое действие нужно делать правильно и сбалансированно, а главное внимательно слушать своих наставников. Советы и рекомендации таких звезд баскетбола, как экс-игрок НБИ Вячеслав Кравцов, как Макс Пустозвонов, как Смуф Дмитрий Кривенко, как Андрей Агафонов и Олег Юшкин, безусловно, сделают детей сильнее. Первый такой кэмп прошел в Киеве и вот это мероприятие добралось до Одессы. Сейчас кто будет спешить? Та колонна упала пять раз отжалости, если не понимаете. Осталась одна минута. Не будете думать головой, будете думать руками. Начинаем. Жестко, но справедливо и уж точно эффективно. Чтобы воспитать кого-то, нужен правильный подход и психология. Чтобы вырастить спортсмена, дисциплина и четкость действиях, тем более, выходят на первый план. Все начинается с порядка. Самое главное, любой порядок, даже до сих пор, на моем уровне, где я играю, и слава, любой порядок будет бить класс. Они все должны понимать с детства, если их просят стать так, буквой Г, они все становятся буквой Г. Кто-то не понял, повторяю, не понял, все команда работает, отжимается, если непонятно. С детства надо прививать правильное воспитание, порядок и чтобы слушали взрослых. Получить знания от украинских звезд, экс-игрока клубов NBA Detroit Pistons и Phoenix Suns Вячеслава Кравцова, экс-игрока сборной химика и будивельника Андрея Гафонова, главного тренера БК Одессы Олега Юшкина, пришли более 80 юных баскетболистов. Заявок было гораздо больше, но из-за карантина двухдневный семинар решили провести в сокращенном формате. Карантин многих подбил. У всех сезон закончился раньше обычного. То есть у кого-то в апреле, у кого-то в марте. Вот у меня лично в марте. Сейчас уже практически август, завтра начинается. Поэтому много упущено, но надо набирать форму, надо с новыми силами входить в новый сезон. И работа с детьми помогает, потому что ты крутишься в этой сфере. Когда ты сам что-то преподаешь, ты лучше усваиваешь сам эту информацию. Первый подобный кэмп в Киеве провели игроки «Киевбаскета» Максим Пустозвонов и один из лучших данкеров мира Дмитрий Смуф-Кривенко. Вы знаете, у меня у самого сейчас двое детей, 8 лет, двойняшки. Они настолько надоели мне дома за этот карантин. В данный момент спортивных мероприятий очень мало, так как у меня есть свободное время. Нет сборов, нет игр. Все перенеслось на октябрь месяц. Просто для того, чтобы хоть что-то сделать для детей, так как на улице это можно. Мы придумали вот такую историю, чтобы поделиться своим опытом, чтобы как-то завлечь детей. Не только заниматься баскетболом, а в принципе заниматься спортом. Чтобы они поменьше сидели у своих компьютеров, в телефонах, в планшетах. Выходили на улицу, как мы раньше. Играли в футбол во дворе, играли в баскетбол. Развивались как-то физически. Ютубер приехал, Смуф. У меня его футболка. Ну, очень хорошо. Что вы подчеркнули? Чем нравится их техника, их мастерство? Потому что Смуф ездит на чемпионаты, на танк-контесты, которые тоже есть из суперлиг, высшей лиги. Он делает прикольные трюки. Чем вам этот кэмп поможет вообще в дальнейшем в вашей баскетбольной карьере вообще? Ну, Смуф нас научил больше делать скорость, там, всякие вот эти вот штуки. Там, научил вести мяч очень низко и так далее. А другие научили бросать и так далее. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо большое. Эти штуки нам помогают в игре, которые могут нам помочь. Тем временем появились новости из Тана БК Одесса. В новом сезоне продолжит радовать одесских болельщиков американский гигант Рамел Браун. Двухметровый центровой подписал новый контракт с клубом. Вчера буквально мы смогли продлить наши отношения с Рамелом Брауном, полюбившимся нашим одессским болельщиком. Сейчас в процессе переговоров с рядом украинских игроков и с рядом иностранцев. Поэтому я думаю, что, может быть, в течение месяца мы уже где-то будем близки к завершению комплектации. Напомню, ранее БК Одесса продлил контракты с украинцами, которые также выступали в прошлом сезоне. С Романом Новиковым, Денисом Носковым и Вадимом Прокопенко. И подписали Антона Давыдюка из Николаева. Комплектация команды продолжается. Дмитрий Богомолов, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».